У нас, к сожалению, все не так радужно. Глубоко, глубоко. Так получается, на сегодня ориентировочно 49 тысяч, и в течение вот этого небольшого промежутка времени мы уже 2 тысячи потеряем. 47, если вот по прогнозу, 47 тысяч. Ну, сколько смертностей селения? Надо мостоком смертности. У нас 20-22 год, когда кризис на пандемию, сердечно сосудится, заполивание, никто не оснял. Еще раз, еще раз, цифры 21-25. 21-25. Что, 25-15, 20-25 год? Что, 20-25 год? Я, в общем, чисто, говорю, 20-26 год, там, в современной годы, с чем у нас сейчас идет кризис на пандемию. Ну, то есть, мы правильно понимаем, на вот этот рассматриваемый период, основной акцент делается все-таки на малый и средний бизнес, на развитие самозанятых, на привлечение национальных проектов в город при условии стабильной работы уже существующих промышленных предприятий. То есть, каких-то промышленных вещей, промышленных проектов на этот период, будем говорить о территории города Назаровска, не предприятия? Ну, мы пока их не озвучиваем, они как бы прорабатываются, но я их вот долго, фактически, я не могу назвать конкретно, но в рамках муниципального конкурса проекта развития, то есть, вот мы уже обсуждаем перспективы, поэтому пока автормоз я изложить не могу, это будет. Следующий год участия, поэтому только там мы можем сказать, кто и с кем мы будем заводить эти взаимодействия, там и крупные предприятия, там и средний, и малый бизнес. То есть, пока мы сейчас это только отрабатываем. Ну, вот, на 22-й год, в общем-то, только в 22-м году хорошие программы зашли, связанные с самозанятыми, со средним и малым бизнесом, когда государство начало, в общем-то, выделять средства для поддержки среднего и малого бизнеса, и они уже в город вошли, правильно мы подаваем? И то есть, последующий вот этот период предполагается привлекать и развивать эту систему привлечения денег и при этом использовать, наверное, конкурсную ситуацию для того, чтобы предприниматели города были информированы и, соответственно, могли бы развиваться за счет, в том числе, и таких направлений. Ну, это конкурсный отбор. Все субсидии, которые выделяют, они все по результатам конкурсного отбора. Понятно. Санкс, я к вам огромный отбор.